Ну а теперь поговорим о варварстве российских захватчиков на украинской земле. Российские захватчики продолжают вывозить зерно, которое угоняют на временно оккупированных территориях Украины. Например, оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены буквально за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгения Балицк. Давайте сейчас все ужасы, которые происходят во временно оккупированной части Запорожской области, мы обсудим с Олегом Буряком, главой Запорожской районной военной администрации. Здравствуйте, рады вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот появилась информация, мы уже с Александром начали ее озвучивать, относительно того, что оккупанты вывезли из Мелитополя фактически все зерно, а теперь шлют муку под видом социального хлеба. Ну, такая себе фирменный стиль, на самом деле, русского мира. Можете, пожалуйста, детально об этом рассказать? Ну, да, действительно, была история такая, что они там заявили. Значит, они завезли 3,5 тонны муки в Васильевку и плюс 3,5 тонны сахара для того, чтобы сделать там социальный хлеб. Но при этом целая колонна выстроилась в сторону Бердянска, вот эти вот большегрузы и машины, которые везут, вывозят зерно. Это, знаете, вопрос о наступлении, что у нас оккупированная территория, вот временно оккупированная Запорожская область территория. Враг там концентрирует войска для того, чтобы наступать или для того, чтобы оборонять. Если он наступает, то зачем ему вывозить зерно собственной территории, которой нужно буквально там еще пару месяцев и нужно будет отсеяться, даже меньше месяца нужно будет отсеяться. У них там огромная очередь стоит, несколько сотен метров стоят вот эти фуры. Поэтому это еще одно доказательство, что все вот эти укрепления, которые идут на оккупированные территории, там в районе Бердянска, в районе Мелитополя, все направлены на то, чтобы обороняться, а не наступать. Поэтому и войска, которые мы видим, и характер бронетехники, которая там скапливается, она больше оборонительного характера, чем наступательного. Олег, хочу про Запорожье вас спросить. Регулярно и область, и сам город подвергаются обстрелам. Причем, что очень часто составляют из С-300, ракет, которые в принципе россияне переоборудовали как раз под обстрелы гражданской инфраструктуры. Огромный разброс у них, абсолютно неточный. Самое сложное это их сбить, потому что они очень сверхскоростные и, я так понимаю, запускают их с близкого расстояния. Расскажите, пожалуйста, какие последние разрушения были нанесены этими обстрелами и в каком состоянии сейчас находится сам город Запорожье? Действительно, получается так, что прифронтовые города, прифронтовые областные центры, такие как Запорожье, Харьков и Херсон, подвергаются обстрелами непосредственно ракетными установками С-300. Суть вопроса того, что вот у нас они летят с района Токмака, и время прилета этих ракет всего лишь одна минута. Система ПВО не успевает срабатывать, плюс это же такая ракета, которая создана догонять другие ракеты, догонять самолеты. Поэтому сложность именно обезвреживания, то есть своевременного срабатывания систем ПВО на такие ракеты и сбивать. Город Запорожье постоянно подвергается, последний был, вот самый такой массированный удар был, это было порядка, в районе 4 утра, порядка 17 вылетов, вот, из которых было 16 ракет С-300 и один Шахид. Потом была следующая волна в районе 10-30 в этот же день, это было на прошлой неделе, значит, 10-30, еще три ракеты уже воздушного ракета базирования, это воздух, земля, были запущены, из которых из этих трех ракет одна упала в реку Днепр, и две попали в объекты критической инфраструктуры. Получается, за этот день было вот две вот эти атаки, которые ударили по четырем локациям города Запорожье. Все они попали в объекты критической инфраструктуры, однако цели своих не достигли, город не остался обесточенным. Он как продолжал постоянно в системе получения электроэнергии работать, там всего лишь на короткий период было обесточено, всего лишь две с половиной тысячи абонентов, и мы уже там где-то к двум часам дали всем электричество, там просто поперебивало высоковольтную одну линию и несколько таких локальных линий, и мы, ну, наше облэнерго, оно быстро справилось с этой ситуацией. По поводу этих установок, еще ситуация, они же постоянно мигрируют там в окрестностях Токмака, и мы не успеваем срабатывать, чтобы каком-то артиллерийской батарее смогли достать их. Они находятся в недосягаемости артиллерийских установок, это, возможно, только охота со стороны хаймерсов. Вот, поэтому сложность выявления. Однако, буквально вот информация у меня есть, она неподтвержденная, потому что она не идет по официальной информации. То, что разведчики не могут наглядно подтвердить информацию, да, то военные наши не публикуют. Но есть неподтвержденная информация, там, лично из моих источников, что дня три назад были отработаны склады 300 и одна установка была уничтожена. Поэтому у нас вот на протяжении нескольких дней у нас тихо. Вот за сегодня было всего лишь две тревоги ночью, но ничего не было, никаких обстрелов ни самого города Запорожья, ни Запорожского района информации за последние сутки у меня нет по обстрелам. Последний обстрел был, это был понедельник, 20-25 вечера. Это были окраины Камышевахи, но, на счастье, никаких у нас ни жертв, ни пострадавших нет. Были только незначительные руйнувания, там, именно приватного секта. От себя добавлю очень коротко, что вот вы упомянули про эти обстрелы. Еще из ракеты Х-101 были обстрелы произведены по Запорожью, если я не ошибаюсь. Это ракета типа воздух-земля, то есть как раз запускали с авиации. Это к тому, насколько нам необходимо предоставление авиации, для того, чтобы мы могли тоже отслеживать подобные вылеты и, собственно, их делать невозможными. Ну, из того, что, допустим, я читаю, я думаю, что дадут. Вопрос в том, что вот это вот обсуждение авиации, я думаю, что будет две волны. Первая волна нам отдут, это оставшиеся в НИГИ и СУШКИ, которые есть там у Чехов, у Поляхов. И я думаю, что нам это передадут. Ф-16 будут, я думаю, что это будет следующая волна. У Ф-16 же какой недостаток того, что, мало того, что для них нужна более длинная взлетно-посадочная полоса, в отличие от бывших советских самолетов. Плюс должна быть серьезная ремонтная база, должно быть серьезные склады тех же запчастей по обслуживанию этих всех самолетов. Плюс должны быть специальные склады для хранения вооружения, ГСМ там и так далее. У нас осталась достаточно хорошая разветвленная сеть после Советского Союза наследия. И я думаю, что в силу того, что война это планируемые вещи, тот штаб, который более качественно планирует, а война это 95% математики, у кого больше достижений, больше уничтожения противника и меньше потери своих людей. Я думаю, что вот все вот эти вот публичные заявления начинаются с того момента, когда уже подходит к тому, что вот подготовится инфраструктура для принятия более сложных вооружений, более систем вооружений, более сложной техники. Я думаю, что военные давно уже все это готовят и делают. Теперь задача настроения и психологического, и политического мирового восприятия тому, что Украина, первое, сражается с очень сильным государством-агрессором, первое, государство, которое держало в страхе последние несколько десятилетий весь Запад, и Америку, и Европу. И Украина сражается самостоятельно. Единственная задача, поддержите вооружением, поддержите боеприпасами и все. И мы начинали говорить-то с дживелином. Нам дживелины, и причем говорили на сотни штук. А сейчас мы даже уже и танки особо не обсуждаем. Мы уже к этому относимся как к графику поступлений. И уже были даже вбросы, я не помню, кто это самое заявил. Пока мы еще самолеты обсуждали, нам не давали, а сказали, у Германии есть шесть подводных лодок. Вот четыре бы нам неплохо было бы в Черноморскую акваторию. И поэтому, знаете, я думаю, что к концу года мы уже и лод сформируем для того, чтобы защищать уже полностью весь периметр украинской границы. Если можно коротко, смотрите, появилась информация относительно того, что во время оккупированной части Запорожской области численность российских войск увеличилась, и их расселяют по местным селам. На самом деле важная информация. Что вам известно на сей счет? Да, действительно, войска именно в живой силе противника формируются в Бердянске, в Мелитополе, в Токмаке. Там они полностью занимают все возможные объекты, в которых можно расселиться, и школы, и училища, и дома культуры, и, ну, в общем, все, что может быть. И плюс расселяется по частному сектору. Офицерский состав выявляет квартиры, расселяется и скрывает, заходит в квартиры, выявляет по оплачиваемым платежкам, по темное время суток, выявляет горят свет в окнах, не горит свет в окнах. И таким вот образом потом свободное жилье заселяет. Там же осталось меньше 30% местного населения, которое проживало до 24 февраля 2022 года. И поэтому войска начинают полностью занимать все, что можно, где можно жить. Однако, еще раз хочу подчеркнуть, ресурсы человеческого у них более чем, у них 140 миллионов населения. Поэтому им собрать этот ресурс, ну, как бы, меньшая проблема. Второй момент, они же его и не ценят, они его бросают. Вот у нас постоянно на линии соприкосновения, линии фронта у Запорожской области, это примерно 200 километров этой линии фронта. И каждую ночь по всему периметру линии фронта идет постоянная провокационная работа так званых ДРГ, где-то в составе до 15 человек. Таким, знаете, разведку боем они проводят. И они то в одном направлении, то в другом, то в третьем, то в четвертом. И пытаются таким образом прощупать нашу оборону на предмет. Минные поля, различные скрытые там пулеметные точки. Возможно, и там наши, где есть присутствие скрытое, и где можно прорваться. Вот они пытаются найти вот это, прощупать это место, где бы они могли каким-то образом зайти и улучшить свое положение географическое, там, занять какую-то территорию. Их постоянно уничтожают. В определенных случаях бывает даже подтягивают технику, например, там БТР. Опять же уничтожают. Но они продолжают это все делать, потому что человеческий ресурс в них более чем достаточен. А в полноцепные какие-то там серьезные наступательные действия, мы их не видим, не потому что мы их не видим, а потому что вся вот разведка показывает, нет вот этих формирований, знаете, там, железных кулаков, а тяжеленных, например, там, танковой группировкой, там, соответственно, поддержкой, там, БТРов, там, и поддержкой артиллерии, чтобы формировались на каких-то участках фронта Запорожской области. Этого мы не наблюдаем. Есть арт-дуэли в районе Гуляй-Поле Орехов, вот это вот направление. Есть арт-дуэли района Каменского, и из-за этого у нас постоянно страдает Степногорск. Вот это направление на Васильевку. Но они у нас уже длятся целый год. Ничего радикального в этих направлениях не поменялось. Никаких новых каких-то там достижений у врага не появилось. То есть есть паритетное количество войск с точки зрения у нас обороны сдерживания. Вот. У них чуть больше в численном составе человеческого ресурса. Ну и все. И больше ничего. Ну, все и больше ничего. Будем надеяться, что это станет итогом 2023 года в контексте оккупантов на наших территориях. Не только в контексте временно захваченной районов Запорожской области. Вам огромное спасибо за то, что рассказали о ситуации в регионе. Олег Буряк был с нами на прямой связи. Глава Запорожской районной военной администрации. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.